Здравствуйте! Неделя началась, впереди 5 вечеров, хотя один рабочий день у недели уже позади. Самая главная новость сегодняшнего дня, которая будет сопровождать нас в течение ближайших нескольких дней, погодная. Мы немножечко плывем, слегка захлебываемся, малость тонем и брызгаемся друг в друга. Ну, не то чтобы коктейлем имени наших градоначальников, но тоже вовсе неприятностями из-под колес. Теперь несколько слов о диспозиции на ближайший год. Вот. Итоги подводятся, результаты понятны, как именно 2012 мы прожили, в общем-то, ясно. Две чрезвычайно интересные цифры. За 2012 год по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в нашей стране произошло 7% ДТП. По вине дорог, ненадлежащего качества, 20% ДТП. То есть получается, что, во-первых, все-таки пьем мы не все. Нам показывает наше все двойное, как надо, где-нибудь с утреца, выходной, пивка, в баре Жигули, например, на Арбате по 0,5 на брата. В остальных случаях, как правило, произносится какая-нибудь формулировка типа по 0,5 на рыло. Ну, здесь неудобно, действительно, по 0,5, наверное, на брата. Это пример, являющийся отправной точкой поведения, стереотип которого, в общем-то, потихонечку поддерживается, видимо, как кажется, одному из них, всей страной. С точки зрения того, кто по утрам по 0,5 на брата, вся страна пьет. Вот я, например, не пью. Ну, я категорически не пью вообще никогда. Я не пью даже кефир, я не пью даже квас. Меня как-то гаишник остановил. Ну, из серии там употребляли. Я говорю, чего? Он говорит, ну, пили. Я говорю, я вообще не пью. С точки зрения милиционера, это вообще было очень интересно в подробностях. Он говорит, даже пиво? То есть, вот вообще не пью, это типа, кроме пива. Я говорю, даже квас. Ну, проезжайте. Человек был потрясен. Так вот, значит, пьяные водители по стране наколотили 7% ДТП. Плохие дороги наколотили 20% ДТП. Что из этого следует? Из этого следует, что бороться будут с 7%-ми. 7% должны быть низведены. У нас есть специальный депутат Яровая. Она очень умело оказывается именно там, где нужно что-то ужесточить или запретить. Не берусь судить о ее личной жизни. Я надеюсь, что у нее все очень хорошо, что нет абсолютно никаких там климатерических реакций и просто человеческой озлобленности и неудавшейся судьбы. Наоборот, судьба полностью удалась, поскольку депутат, это человек, который доказал, что он самый умный на свете, в палате номер 6 просто так случайных тоже не оказывается. Поэтому депутат Яровая, который пытается запретить нам, например, гражданский оборот оружия, чтобы мы ходили полностью разоруженными, чтобы у нас была масса проблем по этому поводу, она же является и затычкой в этой теме ужесточения репрессий по пьянке. Причем Медведев цифру количества ДТП в пьяном виде, в общем-то, мог отследить на протяжении последних нескольких лет. Она не сильно меняется. Вот где-то там 7, 8, 6, 5 в этом пределе количество ДТП в пьяном виде. И это дает основания на протяжении всего времени руководства страной, автономного, без присмотра Путина и сейчас в альянсе с Путиным, утверждать, что мы остро нуждаемся в ужесточении наказания по пьяным статьям. С другой стороны, Путин, естественно, понимая, насколько серьезная ситуация с дорогами, он у нас человек чрезвычайно сердобольный, добрый, мягкий, отзывчивый, пытается всеми силами что-то сделать с дорогами. Если вы помните, было несколько у него программных заявлений, они сопровождали его выборы, поскольку выборы были очень тяжелые, он боролся с очень сильными оппонентами, ему нужно было доказать свое право руководить страной. В тяжелейшей борьбе он выиграл и, естественно, любая тяжелая борьба требует каких-то очень серьезных обещаний, весомых. Одно из этих обещаний, опубликованных в газете, касалось дорог. Он сказал, по триллиону рублей в год будет потрачено на дороге. Министр финансов Силуанов его одернул, сказал, что, знаешь, дорогой, ты, конечно, кандидат, но больше 200 миллиардов в год не дам. Триллиона не получилось, но вектор абсолютно правильный. С дорогами надо что-то делать, например, их строить. С какими последствиями? Путин руководит и приглядывает косвенно или напрямую за этим вопросом достаточно давно. Помните, как он, например, с азартом катался на трех желтых калинах одновременно по маленькому кусочку дороги, достроенному в результате 44-летних усилий. Неравнодушен человек к этому, знает, как выглядит ситуация, понимает, что такое финансирование и ассигнование. И вот так получилось, что, с одной стороны, Путин, как человек сердобольный, он пытается перенаправить огромное количество финансов, просто, ну, прямо-таки даже триллион, в дорожную сферу. При этом Путин никак не может придумать, а что же вот такое сделать, чтобы хоть кто-нибудь отвечал за этот триллион. Вколотить деньги можно, но нужно же, чтобы было какое-то качество. Может быть, что-нибудь там с жизненным циклом. Но почему-то вот до денег у него руки доходят, а до ответственности в результате затрат этих денег пока, ну, никак не получается. Ни закон, ни предложение, и самое главное, ничего внятного ему посоветовать не могут. Поэтому, как человек, душой понимающий, насколько серьезно в нашей стране с дорогами, он триллион-то готов дать. Но вот не хватает как-то ему подсказки, чтобы такого сделать, чтобы эта дорога развалилась не сразу. Позорная все-таки нано-дорога, та самая, которая под предварительством Шувалова, под патронажем его строилась из Москвы в Москву, это Сколковское шоссе, 5 километров дороги, по одному миллиарду рублей на один погонный километр, она развалилась сразу. Через три месяца уже был грандиозный скандал. Сдали дорогу, она почему-то, ну, тут просела, там тресла, тут отвалилась. То есть получается, что Путин прекрасно понимает, вот эти 20% это очень серьезно, 20% ДТП в нашей стране из-за ненадлежащего состояния дорог, это очень серьезно. И триллионы должны быть построены. Нету системы контроля, нету системы проверки качества, нету никакого спроса ни с кого, ни за что, но триллионы должны быть потрачены. И с одной стороны Медведев со своими 7% и поголовным нулем промилле, с другой стороны Путин, который пытается направить триллион в дорожную сферу. И в итоге, и в итоге, и в итоге между ними на прокладках оказывается ГАИ, которая сама себе в 2006 году заказала, сама себе поручила, сама себе исполнила федеральную целевую программу улучшения безопасности дорожного движения. Она получила на нее 2 миллиарда долларов, благополучно их потратила, результата не добилась, добилась наград должностей повышения по службе и пролонгации этой самой федеральной целевой программы. То есть получается, что ГАИ никак не задействована в ситуацию на дороге. На дороге у нас два серьезных игрока, это Путин и Медведев. Медведев, борящийся с 7% алкоголиков, и Путин, борящийся с 20% плохих дорог. Притом, была еще одна движущаяся сила, товарищ Чебунин, это тот персонаж, который предлагал сделать у нас односторонние дороги. Вот так вот в Сибирь едешь, и у тебя только полоса в одну сторону. Если ты встречаешь фуру, то должен сдать назад до ближайшего разворотного кармана, ну там километров в 200. Вот так аккуратненько заднюю передачу включил и поехал, ну для того, чтобы пропустить более нуждающегося в этом куске асфальта. То есть Чебунин был оригинальным персонажем. Внезапно, совершенно безотносительно, он получил пинка-обзат, улетел на другую работу, где сейчас счастливо работает. И в итоге, что мы имеем? Мы имеем искреннюю совершенно борьбу двух самых главных в нашей стране родителей за общее благо. В дорожной сфере ГАИ нам не помощник, там помощник Путин и Медведев. Если посмотреть правде в глаза, то получается, что деньги мы на дороге выбрасываем, результата мы не имеем никакого. Бороться с водителями по нулевому промилле это нарушение международного законодательства, потому что Венскую конвенцию мы подписали. Вы будете смеяться, мы ее подписали в 1968 году. Начиная с 1968 года мы обязаны в своем законодательстве разрешать водителям не больше 0,4 промилле. У нас 0,3 было, а сейчас по нулям. То есть Медведев, которому мы все ошибочно полагали юристам, как выяснилось, не знает этих правовых международных норм, не собирается их соблюдать. И нас всех тоже выводит из вот этого действия правового поля, которое сопоставляется на Европу. Что за этим всем стоит? Вот получил такая эклектичная куча из заботы, финансовых потоков и самоустранившихся структур и людей, которые на безопасность дорожного движения влиять не собираются. Из этой эклектичной кучи следует, что финансовые потоки будут распределены следующим образом. Значит, 105 миллионов людей в нашей стране налоги не платят. Поэтому поступление в казну минимальное от налогов. У нас вывод капитала за рубеж, плюс нефтяная глаз, которые определенные трудности. Поэтому деньги нужно откуда-то взять. Медведев, я сильно подозреваю, именно с той стати и прицепился к 7% пьяных водителей, что ГАИ должно получить в руки 100% инструмент вскармливания самих себя. Государство их кормить не будет. Поэтому нулевой промилле необходим для поддержания полиции в нужном градусе лояльности. Раз. То есть этот финансовый поток обнаружен, он течет в сторону конкретно людей, кормящихся с дороги. При этом дороги у нас плохие. Миллиарды туда то ли будут закопаны, то ли нет. Но 200 миллиардов точно, триллион, пока у нас его нет. При этом у нас нету никакой гарантии, что дорога проживет больше трех месяцев. И что здесь происходит? А здесь у нас как раз именно в дорожной сфере, как врут очевидцы, откаты составляют по 400-600%. И какой результат этого? ГАИ у нас кормится с народу. В дороге у нас дорог не будет, но финансирование будет. А результат всплывает, на мой субъективный взгляд, в статистике покупок престижных автомобилей. У нас за 2012 год Порше прибавил 64% в продажах. Ауди 44%. BMW добавила 33%, Mercedes 29%. А при этом немножечко просели бюджетники. Почему? Потому что бюджетный сегмент – это люди, которые покупают на свое. На свои, на кровные, на заработанные. А премиум сегмент – это то, что на ворованное. Есть, как мне кажется, определенная взаимосвязь между ассигнованиями на дорожное строительство без результата для нас с вами и на количество машин, которые в премиальном сегменте резко стали у хороших людей в гаражах. И эта картина и является перспективой 2012 года. Деньги закапываться в землю будут, руководить процессами и заниматься безопасностью на дороге не будет никто. Росавтодор даже чистить дороги не будет. Уволить кого-нибудь – это запросто. Чистить – нет, не будет. Об этом даже разговор. Может быть, цепи противоскольжения на грузовике, чтобы нас всех можно было за это наказывать. Поэтому безопасности на дороге не будет. Деньги будут потрачены все, а мы с вами будем барахтаться сами. Перерыв на новость. Заветные цифры 65 10 9 9 и 6. Это телефон нашей с вами обоюдолюбимой радиостанции для того, чтобы мы общались. И вот начинается неделя нашего с вами общения. Первый звонок. Здравствуйте. Алло. Алло. Здрасте. А вы уже в эфире, впрочем, как и я. Ой, надо же, повезло. Да? Меня зовут Александр из Москвы. Да, я вас раньше слушал на другой радиостанции. А сейчас первый раз дозвонился. С дебютом. С интересом слушал... Да, спасибо большое. С интересом слушал все ваши передачи на прошлой неделе. И вот сегодня в новостях как раз по Финаму. Логичное завершение всей этой бодяги сюрреалистической. С штрафованием там за неправильную парковку, за отмену маршруток. А бордюрами теперь наши с вами любимые московские власти выделят выделенные полосы, извините за тавтологию. Да, да, да. И начнется это уже в следующем году. Да, причем... Я каждый день наблюдаю, да, на Зенегородском шоссе, вот сколько езжу уже второй год, ни разу не видел в сторону из Москвы ни одного автобуса на выделенке. Того самого 850 маршрута, несуществующего. Да, да, да. Но как-то страна победившего сюрреализма. Вот, так что все это логично укладывается в то, что вы и сегодня рассказывали. Я бы довел это до логического абсурда. Надо ввести еще пешеходный налог. Я долго думал, вот за тротуары камеры не поставишь, лица надо распознавать, чтобы приходили письма счастья. Пешеходный налог. Пользуешься машиной, плати транспортный. Ходишь пешком, плати пешеходный. Вот тогда они бюджет пополнят окончательно. Конечно. А вы помните, за что у нас при советской власти, например, взимали налог за бездетность? За отсутствие детей. Мы платили налог за то, чего у нас нет. Да, да, да. При моих родителях было такое точно. Я как раз силу возраста застал это. И это был тот налог, который я должен был платить. Я получил сразу обременение. Я должен был платить комсомолу. Я должен был платить профсоюзу. Я должен был платить государству за то, что у меня нет детей. Какая прелесть, да. Да, да, да. Они не упускают. То есть их отцы были более продвинуты в плане обкладывания. Да. И при этом вот у нас будут строиться дороги. У нас будут всячески провоцироваться покупки автомобилей, которые дорожают. Но пользоваться ими. Зачем? Причем ведь московская власть, она же этого не скрывает. Она и объясняет нам, что поймите, до тех пор, пока вы пытаетесь кататься по этому городу на машинах, до тех пор у нас от вас трудности. Проблема, конечно. Да, они же не лицемерят. Нам в кои-то веке повезло с честной властью. Правду говорят. Правильно. Она нам объясняет, что мы им лишние, мы им мешаем. И вот это расширение города на юг, это ведь речь идет о том, чтобы здесь жили гастарбайтеры, обслуживающие персонал, которые нужны для того, чтобы там класть асфальт, подметать улицы. А мы не нужны, и поэтому рублем мы будем отсюда вытесняться, из центра. Тем более для вот этих вот пришлых, для гауляйтера местного, москвичи это кто? Это вот эти вот бабки дребезжащие, которые сидят в очереди к врачу, и ноют, что и врача не хватает? Вот они почему должны жить в Москве? Вот с какой стати? В Москве жить должны молодые, сильные, которые дает ВВП, и обслуживающий персонал, который позволяет этому ВВП нарождаться каким-то образом действиями той молодой, сильной поросли. Поэтому и автомобили здесь не должны быть, и все остальное здесь не должно быть. Ну, им до логического абсурда, до завершения ситуации совсем немного осталось. Может быть, они призойдут своих отцов и дедов. Дай бог им здоровья в любом случае. Здоровья, да, бесспорно. Конечно, пусть они попытаются, но мне очень нравится в этом отношении... Я не верю астрологам, но я, тем не менее, недавно удостоился прочтения астрологического прогноза Левина. Левин Михаил Борисович — это основатель и президент астрологической ассоциации, астрологической академии. И там у меня, если вы зайдете на Facebook, там эта ссылочка есть. Там как раз рассказывается о том, что вот еще месячишка, и у них начнутся такие проблемы, что им будет не до того, чтобы бороться с нами. У них будут проблемы друг с другом. Там четко совершенно по звездам, причем чем хорош Левин. Он говорит, ну мы же здесь ни при чем, мы же наблюдатели. Мы просто смотрим. Вот звезды расположились таким образом. Давайте посмотрим, как они реализуются. 21 марта — это окончание, астрологическое окончание года. Мы с вами живем по календарю, но у астрологов у них 21 марта. Свои расчеты. Вот до 21 марта это все и должно произойти. Мне тоже интересно. Я желаю здоровья всем. Но я хочу посмотреть, что у них получится. И вот в том числе, конечно же, довеском к тем коллизиям, которые меня интересуют, идут все эти варианты и мероприятия по борьбе со мной, как с коренным москвичом, несмотря на мою армянскую фамилию, родившегося в этом городе. Мне любопытно. Аналогичные истории со мной, да-да-да. Посмотрим, как их накроет. Возможно, что это даже будет кусок абсолютной меди в форме таза. Он прилетает и иногда накрывает сразу с головой. Я желаю, чтобы они при этом остались абсолютно все здоровы. Николай, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Хотел посоветоваться, вот по какому моменту. Общался уже как с вами. Ford Focus или Hyundai Lantra, но вопрос скорее касается дилера. То есть, если, скажем так, выбирать между этими автомобилями, кого бы вас посоветовали в плане надежности, скажем так, ну, по обслуживанию, может, по отношению, скажем так, к клиентам. Николай, у вас какая сейчас машина, какого бренда? Какая-то есть? Сейчас Skoda, но она корпоративная, скажем так. А, то есть вы так или иначе делаете шаг в самостоятельное обладание. Выбирайте того дилера, который ближе к дому. Учитывая, что вам с этим дилером придется выстраивать практически добрые семейные отношения, вы будете их возить рожей об стол, а они будут вам рассказывать, что вас тут не стояло, желательно, чтобы это происходило близко. Потому что зачем ездить, например, на другой конец Москвы? Выберите, кто у вас во дворе, Ford или Hyundai. Вот придите к нему и спокойно совершенно начинайте его, вас уважать. Вот пусть он дрессируется на это. Потому что все дилеры одинаковые. Ну и вопрос, наверное, отстраненный. Есть ли вот в этом же ценовом диапазоне, но уже чисто ваше пожелание, скажем так, на вторичном рынке, что можно было бы интересного посмотреть? А какая разница? На вторичном рынке, смотрите, чтобы ПТС был выдан таможней, а не ГАИ. Это говорит сразу о том, что у машины все-таки, скорее всего, достаточно честная биография. Чтобы у машины была сервисная книжка с проставленными печатями и не было никаких темных пятен. Потому что вы можете предложить сами себе какую-то мечту, вот эта конструкция, вот эта подвеска. А что делать, если она уезжена в хлам? Вам нужно выбирать то, что живое, и то, что с легальной биографией. Все остальное... Ну, понятно. Ну, в районе, скажем так, в любом случае часто обсуждают моменты, скажем так, вот машин там 2-3 года. Вот, ну, вроде до миллиона. Все-таки, ну, понятное дело, что проверять ее надо перед покупкой. Николай, вот знаете как, вы так аккуратно все это сгребли в кучу 2-3 года. Между машиной, которой 2 года и машиной, которой 3 года, пропасть невероятная. Двухлетку сдали, потому что задолбались ее ремонтировать в гарантийный период. Это значит, что у нее совсем все тяжело, потому что двухлетку просто так не сдают. Трехлетка, это другая категория машин, это на ней еще немножко поездили и сдали вполне возможно, не имея серьезных технических нареканий к этому автомобилю. Поэтому двух-трехлетка, это не то же самое. И, опять-таки, смотря какая машина, кто на ней ездил, откуда она пришла. Ведь мошенников на вторичном рынке очень много. Хорошую машину никто никогда не сдает на вторичный рынок с рук просто так. Ее дают друзьям. А вот машину, от которой надо избавиться, ее выкидывают на рынок. Потому что нет причины. Вот то же самое, у вас будет хорошая машина, вы первым делом что вы скажете? Друзьям скажете, ребят, я машину продаю, вы ее знаете, кто берет. А вот когда вам нужно... Я согласен. Конечно, когда нужно концы в воду, вы берете дедушку 70-летнего, скручиваете спидометр, и дедушка говорит, сынок, ну что я, ну на дачу ездил, пару лет вот внучок-то подарил мне. Ну у меня пробег-то какой был, ну 5 тысяч я наездил, а там все 300. Потому что она была в такси, потому что там была заклеена пленкой, сейчас эту пленку сняли. Вы приходите и говорите, ну как же, дед, естественно беру, ты же дед, о, ветеран, да, ветеран, я тоже честный как ты, я тоже люблю паленую водку, дай мне на грош пятаков. Такой разговор, к сожалению, в нашей стране, он пожизненный. Поэтому вторичный рынок, знаете, вот есть, например, Мерседес и БМН на вторичном рынке честными не бывает вообще никогда. Это я вам в данном случае процитировал полковника Нагайцева, бывшего начальника экспертно-криминалистического управления МВД. Это Омнин сказал, говорит, Сережа, запомни, ну не бывает на вторичном рынке честных Мерседесов и БМВ. Остальные иногда бывают, но очень редко. Дмитрий, по-моему, это вы. Здравствуйте, Дмитрий. Вы как-то застеснялись и, видимо, не готовы к разговору. Здравствуйте, Дмитрий, у нас с вами... Я снялся, наверное, потому что я не Дмитрий. Возможно. Тогда просто признайтесь, как вас зовут? Сергей меня зовут. Сергей. Рад вас слышать. Здравствуйте, Сергей. Да, здравствуйте. Как я не знаю, сколько сотни тысяч, миллионы людей сейчас стою в пробке. Вот. Да, глухой, нежный. Вот интересный вопрос такой. Вот мне кажется, грим вот у нас стал такой. Или Мерс не мился, или мне кажется, что несколько лет назад снег убирали лучше. Вот у меня была история. В пятницу я поставил машину, обычный седан С-класса, на то место, где уже несколько зим он стоит, на парковке. А утром, я попытавшись выехать, понял, что посадил машину на брюхо. Не обушев, мягко говоря. Сергей, здесь вам не равнина, здесь климат иной. Но на самом деле климат здесь ни при чем. Это мэр. Мэр у нас человек, направленный на то, чтобы освоить финансовые потоки. И в результате мы получили много дорог. Про снег разговора не было. Про пробки разговор был. Климат не изменился. В советское время, в те времена, в те годы, когда свирепствовала НКВД, как рассказывали ветераны, была такая удивительная особенность. За чистку дворов, улиц и тротуаров отвечал участковый НКВД. И этот кровавый палач советского народа шел по дворникам и смотрел. И каждый дворник ему отчитывался. Он говорил, Иван Иванович, вот смотрите, как я снежок-то почистил. Он говорит, а плавильня-то у тебя работает? Конечно, Иван Иванович. И это были взаимоотношения исполнительной власти. И участковый отвечал конкретно сам, со своим именным наганом, за то, по какой дороге ходят пешеходы в этом районе. Дворник был старшим по двору. Дворник это был не тот, об кого вытирали ноги. Дворник это было главное должностное лицо во дворе. Дворник это вот... Помните старые фильмы, когда Жеглов с Шараповым приезжают на убийство, они говорят, ну зови дворника. Дворник в качестве понятых. Потому что дворник это главное административное лицо во дворе. Ситуация выглядела именно таким образом. И милиционер, участковый, отвечал за снегоуборку перед своим начальником, а дворник перед ним, причем по уголовному кодексу. Тогда чистили. Знаете, вот так получалось, что при помощи лопаты, а не при помощи техники. Чистили. Климат с тех пор не изменился абсолютно. Ну, мы с вами помним, у нас даже минус 40 было, и снегопады случались после всего этого. Бывало. В общем, чудом, подкопавшись под днище, я, конечно, выехал, но шок испытал еще тот. А почему вы, Сергей, отвыкли? Вы же расслабились. Вы же как горожанин на приличной машине забыли, что пять лет тому назад вы всем двором скидывались на трактор? Ну, семь лет тому назад. Нет, не скидывались. Вот. А мы скидывались. Я лично ловил тракториста и говорил ему, Иван Иванович, давай почистим. Он говорит, ща приеду. Где? Я говорю, вон там было дело. Это было, ну, да, лет, наверное, семь-восемь тому назад. Потом все закончилось. Теперь опять начинается. Перерыв на новости. Потом займемся опять нашими с вами счастливыми делами за рулем. Приятные цвета раскалившегося телефона говорят о том, что мы с вами надежно застряли в пробках. И, тем не менее, номер 6510996. У нас на линии, я так подозреваю, что Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Сергей. Хорошо стоите? Ну, не сказал бы, что хорошо, потому что звоню вам из Ростова-на-Дону. Ух ты! В прямом эфире, к сожалению, у вас послушать не получается. Приходится скачивать передачи с сайта и слушать, когда нахожусь в дороге. У нас сейчас плюс 14. Снежок растаял. И особо пробок не наблюдается. Поэтому проношусь ветерком. Но сейчас пришлось остановиться на аварийке, чтобы не создавать аварийных ситуаций. Молодец вы, Дмитрий. И с погодой у вас все в порядке. Даже завидно. Да, не жалуемся. Очень хорошо. Скажите, Дмитрий, а у вас мэр тоже пришлый? Тоже с Марса свалившийся? Или местный? Да нет, он у нас долгожитель. Вот почти 20 лет уже у руля города стоит. Но в последнее время, знаете, проходят такие какие-то инсинуации в отношении него. Так что, возможно, скоро городоначальник у нас сменится. Ну, вопрос у меня, собственно, не об этом. Как-нибудь в другой раз можем пообщаться насчет мэра нашего. Много знаю о него, потому что коллега журналист. А вопрос у меня, собственно, о Лаге Ларгусе. Слушал вас на предыдущей радиостанции, когда она только планировалась к выходу. Вы тогда сказали, помню дословно, что это будет самое большое разочарование. Вот теперь она вышла. Я хотел узнать ваше мнение. Почему? Потому что о Логане вы отзывались достаточно неплохо, как крепкая машина. Ларгус, если я ничего не путаю, на его основе сделан. И вот, хотелось узнать, собственно, машина появилась в эфир. Ваше отношение к Автовазу известно. Как она себя ведет на дороге? Что это за машина? И можно ли ее такое называть? Вы помните серию «Ну, погоди», где он прыгнул в гоночную машину, а у нее одна гаечка была уже откручена? Смутно очень. Давно смотрел, к сожалению. Да я тоже уже лет 40, наверное, не смотрел. Но, поверьте, там дальше из-за того, что одной гаечки не хватило, эта очень красивая, стройная, быстрая, аккуратная машина превратилась в металлолом. Она там на одном колесе потом скакала. На Автовазе есть традиция. Резьбовое соединение лучше держится, если его заколачивать кувалдой. Это то же самое, как с гвоздем, его лучше всего заворачивать отверткой. Поэтому там, где есть возможность не докрутить, не доделать, вот именно это происходит в 100 случаях из 100. Если рядом надсмотрчик, ну, какой-нибудь там, например, товарищ Фофан, который у них отвечает за качество, это директор по качеству, выписанный специально из Франции, вот если он мимо баражирует, да, тогда так уж и быть отверточкой, гаечным ключиком. У этой машины вот суть разочарования, потому что конструкция у нее блистательная. Это по конструкции, по идеологии одна из самых полезных для нас с вами машин. Потому что это здоровый сарай, в котором 7 мест, высокие потолки, и можно даже туда загрузить мебель и не выгружать, жить в ней. То есть маленький мотор по налогам хороший тянет вполне, пассажировместимость потрясающая. Вот мы изобретали всей страной подобное, не изобрели. Хорошо, французы с румынами помогли, но качество – это все-таки приятная особенность, которая позволяет всем нам не забывать, в какой стране живем. И поэтому Ларгус, вот сколько раз его мои коллеги уже брали на тест, вот столько раз они всегда с изумлением обнаруживали, как и что у него отваливается. Ну так не бывает, ну не отваливается это у нормальных машин. Нет, ну знаете, на Ларгусе отваливается. Тут не дотянули, там не досмотрели, тут капнуло, тут отвалилось, а тут почему-то укатилось. И суть этого разочарования именно в том, что не предугадаешь, где этот подвог закопан. А с другой стороны, идеологически машина блистательная. Поэтому, когда надо, аккуратненько стискиваем зубы, берем гаечные ключи и владеем, владеем, владеем этой машиной. Спасибо. Печально это очень. А когда ж мы доживем когда-нибудь, когда АвтоВАЗ выпустит машину, которую можно сесть, поехать и не заботиться о том, что что-то подкручивать или не подкручивать? Знаете, были такие в свое время у британского аналитика из военно-морского флота Паркинсона наблюдения о том, как, например, можно побороться с каким-нибудь заразным, негативным явлением. Он рассматривал в основном бюрократию. Но в данном случае его рецепт очень похож на рецепт, который подошел бы к АвтоВАЗу. Вот что нужно сделать для того, чтобы... Это закон Паркинсона. Что нужно сделать для того, чтобы бюрократии вот в конкретном ведомстве больше не было? Он предлагал очень неласково обойтись с персоналом, дом желательно до основания взорвать, а на этом месте больше никогда ничего не строить. Вот тогда есть шанс, что именно на этом месте бюрократии больше не будет. С АвтоВАЗом у него все-таки бизнес-модель неудачная. Поэтому ничего вы с ним не поделаете. Последний вариант, это чтобы там не осталось ни одного нашего с вами и соотечественника, чтобы там были все французы, тогда мы получим середнячка. Потому что французы, особенно раношники, они тоже качеством не блещут. И когда французы приехали туда на АвтоВАЗ, засучили рукава и сказали, ну, ща мы вас научим тут высочайшим нашим французским стандартам качества. Возникает вопрос, ребят, от тренера, может быть, получше что-нибудь найдем? Может быть, все-таки приличных, которые в качестве действительно понимают, а не только слышали и учились у других. На АвтоВАЗе ничего не изменится ровно до тех пор, пока есть возможность у человека садануть кувалды по резьбовому соединению. А ничто не препятствует ему это сделать. Это же все-таки, именно в этом и есть вот эта пролетарская традиция. Мы помните при советской власти, как гордились тем, что у нас пролетариат, и он может вот так вот мастерство свое из рук в руки передать. Какое мастерство, из каких рук, в том числе из кривых в кривые, мастерство заколачивания резьбовых соединений кувалды. И это тоже то же самое, что на Горьковском автозаводе происходит. Вот туда пришли наши ребята, и они это делают. А посмотрите, например, на Ижмаше, на Ижмехе, там, где собирают у нас сорента. Сейчас у нас оттуда выгнали корейцев, и мы гордимся тем, и местный губернатор очень доволен, что ура, мы наконец-то избавились от этих супостатов проклятых, будем работать с Автомазом. А в Ютьюбе есть замечательный совершенно ролик, как ребята на конвейере собирают сорента и фигачат ему кувалдой по подшипнику ступичному. А, видели, видели, да? Видели, да? Вот что можно сделать с этими людьми? Причем эти люди не заражены отечественным автопромом. Эти люди не работали на Автовазе, они не проходили стажировку. Это люди, которые молодые, то есть еще не запятнанные советским автопромом, пришедшие туда в результате конкурса отбора и обучения, и... А вот они все равно, вот совок. У него нету уважения к своему работодателю за те деньги, которые платят. У него нету никакого доброго сердца по отношению к клиенту. Ему наплевать абсолютно. Смена бутылка водки, дайте бабу, я пошел. И с этими людьми мы пытаемся говорить, как с людьми, представляющими, например, какую-то чужеродную культуру, производящую иномарки. Это очень тяжелый процесс, он требует изменения ментальности, либо условий, при которых ментальность не может проявиться. У нас она может, ничего мы с этим поделать не в состоянии абсолютно. И Лада Ларгус, она совершенно логично проистекает из тех условий, в которых живут, работают пролетарии Автоваза, пролетарии города Тольятти, потомственные лимитчики, драпнувшие со всей страны в поисках хорошего куска хлеба на протяжении поколений. Потому что в Москву за колбасой, ну вот Собянин, например, прорвался, а Тольятти как? Ну никак, вот туда поехали. Комсомольская стройка, строили. Когда там говорят о том, что, а куда же мы, коренные тольяттинцы, денемся в случае закрытия завода? Ну, как-то неприглядно. Туда же, куда я, я в свою Армению поеду поганую, меня вот, соответственно, метлой туда. А их по городам увесим, откуда они набежали. Вариант такой. Но, к сожалению, качество начинается не с надсмотрщика. Ну, увы. Сергей, вторая линия, здравствуйте. Здравствуйте. Надеюсь, имя я угадал. Вы Сергей? Да, Алабан Сергей, я, мой коллега, я журналист тоже и блог. С удовольствием послушал ваш монолог, очень все правильно совпадает с моими мыслями по этому же поводу. Вздохнем хором по этому поводу, в двух Сергеях. Живу я рядом с авиамоторной, шоссе энтузиастов, соответственно, я думаю, в топ-3 по количеству пробок, наряду с Волгоградкой и Ярославкой, наверное. Да. Начали строить недавно такую монструозную конструкцию, параллельно шоссе. Я подумал было, что это первая конструкция того скоростного трамвая, который еще 5 лет назад гордился главный инженер Генплана допустить. Однако это пешеходный переход. Мы не изобрели. Мы вот монорельс изобретали 40 лет, мы его изобрели, не получилось. Сейчас мы изобретаем трамвай. Погодите, дайте еще лет 20. Будет скоростной, не сейчас. Ну да, первый из вопросов, на которые у меня ответа нет, может у вас есть, это зачем, собственно, нужны вот эти переходы. Там сейчас строят через кабельный проезд или что-то такое, через маленькую улочку, через которую трафика пешеходного вообще совершенно нет. Ставят вот такие вот огромные фирмы с лестничными пролетами, с подъемом туда, да, вот такой вот пешеходный переход, который мог бы служить реально железнодорожным мостом, похоже. А второе, собственно, про трамвай, да, который непонятно строят, не строят, но, видимо, он повторяет маршрут, во-первых, трамвайной линии, которая идет вдоль энтузиастов, во-вторых, метро, которое тоже частично идет вдоль энтузиастов. И так же, как монорельс, который построили над трамвайными путями, да, никому не нужен, никто им не пользуется. Ну, им опасно пользоваться, и самое главное, что он что-то как-то не особо ездит. И, наконец, вопрос по энтузиастам вдоль идет трамвайная дорога, начиная, ну, практически вдоль всего шоссе. Почему не пустить автобусы по этим трамвайным путям, которые закрыты плиткой, по которым можно нормально ездить, и там регулярно машины это доказывают? Зачем две полосы отобрали у автомобилистов из того загруженного шоссе? Ну, Сергей, вы же сами знаете ответ на этот вопрос. Не стояла задача увеличить пропускную способность дороги. Стояла задача сделать жизнь настолько невыносимой, чтобы вы сами побрели через леса, поля и трамвайные рельсы в нужном вам направлении. Желательно из города. Никто не обещал, что в результате всех этих затей и реформ нам с вами будет проще ехать на своей машине. Мы с вами обязаны пользоваться общественным транспортом. То, что его нет, с нас обязательство пользования им не снимает. Мы обязаны ездить на метро, при том, что метро у нас на сегодняшний день работает с перегрузом в 20%, по официальному докладу московской мэрии, мы, тем не менее, обязаны туда все залезть. А поскольку эти 20% говорят о том, что скоро его как хомячка разорвет, каждый вагон по отдельности и весь метрополитен в частности, мы с вами должны ездить на автобусах, на трамваях и на троллейбусах, естественно, пользоваться наземным транспортом. Мы обязаны. Мы должны купить машину и поставить ее на платную территорию муниципального образования, выплачивая им за эту землю. А ехать мы должны на чем угодно, только не на этом автомобиле. Поэтому и на шоссе энтузиастов, для того, чтобы был дублер, и для того, чтобы там была выделенка под общественный транспорт, есть все. Но не стояла задача нам с вами помогать. Если бы мэр Москвы, например, был москвичом, и он бы понимал, что те люди, для которых он подобные диверсии устраивает, это горожане, выросшие с ним в соседнем дворе, у него, возможно, была какая-нибудь другая маска на лице, широта улыбки, и перспективы у нас были бы другие. Но мы для него никто. Он приехал в этот город работать. Работать можно по-разному. Задача ему. Не мы с вами поставили. Мы его вообще не выбирали. Поэтому не будет на шоссе энтузиастов, кроме монструозных конструкций, никакого трафика. Тем более, что вот тот боковой проход, о котором вы сказали, там проще построить. Строить надо не там, где необходимо. Не там, где будут пользоваться. Там, где проще. Вы же знаете, что в строительной сфере откаты самые большие. В медицине не так легко в этом отношении. В оборонке не так легко. Хотя тоже, будь здоров, какая прорва. Но уж на дорожном строительстве. Нет такой дырки в земле, которая не могла бы хозяина этой дырки озолотить. Мы с вами знаем об этом. Да. Что касается пробок, с моей точки зрения, два главных ресурса, их уменьшение, это удаленная занятость и то, что называется каршеринг, то есть пользование одной машины, когда одной машиной несколько человек пользуются. И если с удаленной занятостью, я думаю, люди сами к этому придут, потому что, ну, понятно, что проще остаться дома, там, хотя бы, может быть, один или два раза в неделю, и по интернету сделать ту же самую работу, которую ты в офисе сделаешь, и не потерять там два-три часа в пробке. Сергей, это в том смысле, в том случае, если мы с вами знаем, сколько нас живет в этом городе, по официальной статистике 12 миллионов, поэтому у нас все засчитывается из 12, на самом деле нас живет здесь 22 миллиона, и когда мы с вами сядем со своими ноутбуками на кухне для того, чтобы спокойно поработать, 12 миллионов ломанутся с лопатами, вилами, ложками, вилками и поварешками наперевес, сидеть в лавках, класть асфальт, подметать улицы. Они не учитываются. Эти люди не являются игроками на поле, к сожалению. Поэтому некоторые проблемы у нас, мягко говоря, нерешаемы. Перерыв на новости, на рекламу, потом вернусь к вам. Несколько вопросов с сайта, несмотря на то, что телефон у нас тоже себя чувствует достаточно в разогретом состоянии. Очень любопытная коллизия у Михаила. У него давно права, но за рулем он только год, и понимает, что не хватает ему мастерства, поэтому он ищет школу. Причем и школа, с его точки зрения, должна называться, или по крайней мере по статусу быть, школой водительского мастерства. Немножечко не так. Для этого нужно пойти в автошколу, которая учит не сдавать экзамен, а именно водить машины. Я знаю несколько таких автошкол, но всех, кого я отправлял в автошколу кабриолет, все оттуда выходили с устойчивым навыком управления автомобилем. И вот те люди, которые работают в кабриолете, причем они не делают себе никогда рекламу, у них нет вообще никаких рекламных акций, у них только сайт есть. И они работают только на сарафанном радио, что называется, только на репутации. Они всегда объясняют, поймите, мы учим людей водить машину так, чтобы нам самим было не страшно с вами в потоке. И в основном я туда отправляю женщин, они выходят с совершенно фантастическими навыками, потому что одна моя довольно близкая женщина, например, показав инструктору определенный навык и заинтересованность, то есть стало понятно, что человеку это можно. Она удостоилась серии занятий по управляемому заносу. Увидев у человека потенциал, он сказал, давайте я вам покажу, как это делается. Пригодится, не пригодится, это уже второй вопрос. Но он учил в том числе этому. Поэтому туда можно прийти в автошколу и сразу сказать, вот у меня права есть, мне нужно именно потренироваться, как водить машину. Еще один очень правильный вопрос по поводу Pajero 4, новый, трешка, трехлитровый, всяческие возможные варианты. И вот тут есть нюанс, связанный с тем, как при обгоне, какой режим лучше всего трансмиссионный ставить, Super Select. Ставьте полный. Как раз Pajero, чем и хорош, и большой Pajero, и Pajero Sport, и L200, это одна из немногих машин, которая в режиме постоянного полного привода совершенно спокойно едет. То есть у нее там стоит нормальный дифференциал, и нет никаких трудностей. Когда вы, тем более, на обгон выходите, хорошо, чтобы у вас была бы тяга на всех четырех. Иначе вы получаете довольно парусный ящик, у которого тяжеленный перед и управление, то есть вся тяга ушла на задние колеса, обычно не сильно загруженные. Не надо, не рискуйте. Спокойно езжайте именно на полном приводе. Причем вообще, по большому счету, можете никогда не выключать, не переходить в задний привод. Воткнули один раз и поехали. Ольга спрашивает, что можно ждать от автомата на Kio Rio. Ждите от него четырехступенчатости, потому что он и есть четырехступенчатый. Он немножко снижает динамический потенциал автомобиля, но, наверное, на самом деле это не так уж и плохо. У нас на линии Петр. Здравствуйте, Петр. Сергей, здравствуйте. Попрос такой. Мы хотим на семью приобрести большой вместительный какой-нибудь автомобиль, что-то типа паркетника. Рассматриваем Kia Sorento 3. И вот недавно видели новый Рекстон. Рекстон вообще не новый ни разу. Новый у него только фары. Это старая машина. Это та машина, которую они путем пластических операций пытаются довести до ума последние лет 10. Они то один мост выкинут, там подвеску сзади многорычажную поставят, то другой, то рожецу изменят, то еще что-нибудь. Это та же самая машина, которую вы видите последние 8 лет на дорогах, и которая вызывает у вас, я уж не знаю что, у меня вызывает она некоторую оскомину. У него главный плюс в том, что в некоторых комплектациях появилось еще две дополнительные табуретки сзади. То есть он семиместный. И Sorento в этом отношении более логичная машина. Потому что Sorento это легковушка повышенной проходимости. Она очень сбалансированная, у нее несущий кузов. Это грамотный, хороший автомобиль для того, чтобы быстро ехать, причем с неплохим багажником. Rexton в этом отношении. Вот сам по себе рамник, тяжелый, при этом он паркетник, а не внедорожник. И на фоне Sorento это утюг. На утюге ездить будет сложнее. Лучше ездить на Kia Sorento. Тем более, что Kia Sorento, он все-таки в большей степени переднеприводный. Проще, правильный, прогнозируемый. Сергей, а по поводу дизель или бензин? Вообще дизеля современные, они потрясающие. У корейцев они фантастические. У Sorento в частности просто завораживающие по характеристикам и по сути. Но посмотрите, что творит наше с вами любимое правительство, за которое мы с такой нежностью мы его поддерживаем, а за Думу голосуем. У нас литр солярки стоит неприлично. По качеству мы имеем право на солярку под названием отстой. И в совокупности получается, что вы очень привязаны к качеству топлива. Рывок в сторону за грибами, топливная аппаратура подкидывает и вам неприятность. Если есть возможность и нет противопоказаний, ездите на бензине. Бензиновые двигатели у них очень приличные. Все ясно. Спасибо за ваше мнение, информацию. Очень пригодилась. Спасибо, успехов вам. У нас на линии Николай. Николай, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. У меня два вопроса. Один технический, один такой на размышление. Первый. Вечный холивар, бензин-масло, владелец Octavia 1.8. Есть ли смысл лить в нее днёжный пятый улучшенный бензин? У льют НК ТУСА. И масло. Сейчас будет первое ТО. Есть ли смысл раскошеливаться на дорогущий Матюль или хотя бы Рикви Молли, или можно лить шелл, если я с вами буду иметь даже 10 тысяч. Николай, во-первых, у вас вот то, что масло какое залито, пусть это масло и остаётся. Не переходите на другое, и хотя по элементной базе они довольно сближены, но... Ну, допуски, да, Volkswagen. Да, но тем не менее, вот ваша машина получила первую заправку, некую, и... Мы с вами этого не знаем. Или Кастрол, да, или Сэл. И вы остаётесь... Вот вы у какого-то дилера остаётесь, а у них обычно идут масляные войны, и один дилер назло другому заливает другое масло, чтобы вы в том числе и из-за этого к врагу не перебежали. А, то есть дилеры заливают именно, когда продавали машину, да? Нет. Есть заводская заливка, но регулярная ситуация, когда у одного и того же бренда... У вас первое то. У вас первое то. Вот вы приедете, вы задаёте вопрос, какое у меня масло, какое у вас масло, то есть это два разных вопроса. Первое, что у вас залито, второе, что заливают они. Потому что бывает так, что вы приезжаете к одному дилеру, он говорит, о, слушай, ну у нас только Шелл. Другой говорит, а у нас только Матюль. Третий говорит, а у нас только Таталь. И... А у нас только Кастрол. И вот тут нужно чётко совершенно знать, что не надо компота под капотом, пусть у вас будет только одно масло, вот с которым вы определитесь. Вот Шелл, значит Шелл. Потом все вот эти бензины, которые там Пульсар у ТНК или у Бридж Петролиума там... 98-й меня забыдушит. 98-й, всё правильно. Всё это мёртвому припарке. Вот все эти супер бензины, они по октановому числу не дают серьёзного выигрыша, по качеству, качество зависит не от этого, и от того, что там красивая этикетка, это то же самое, как любая другая красивая этикетка. К сожалению. Никакой гарантии качества. И в этом отношении максимально показателен, например, Лукоил. Ведь Лукоил, он довольно много тратит денег на рекламу, объясняя, что у них стоит несколько специальных колонок, которые дают евро топливо, по стандарту евро пять, оно чисто, стерилизм. Да, 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 замечательно. Вот при этом именно Лукоил занимается тем, что по франчайзингу раздаёт своё светлое имя огромному количеству проходимцев на каждом углу бодяжащих. Поэтому едешь, там написано «Лукоил». Слушай, мама, клянусь, да, Лукоил евро восемь, да, какой? Евро пять. И заливаешь такое, что спасибо, дорогой Лукоил. Да, 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 я мимо них проезжаю. Да, и у ТНК... Такая грязная, замусоленная. Они даже могут быть чистыми. Я ехал, например, недалеко от Ярославля и хлебнул такого Лукоила, что у меня чек-энжин горел, как самая красная лампочка на всю машину. При этом это была трасса, там были фирменные девочки и фирменные мальчики. Все они улыбались и мечтали, чтобы я к ним заехал второй раз. Я бы там с удовольствием чёрную метку поставил, чтобы этого не делать. Поэтому вот эти все обещания, что, ну, конечно, мы всем заводом сейчас, вместо того, чтобы купить нашей любимой секретарше норковую шубку, скинулись вам на хорошее топливо, и туда никаких присадок, а только стопроцентное качество, мы, конечно, можем в это верить, но, знаете как, возраст не позволяет и обстоятельства не благоволят. Так, Александр, это вы. Алексей, Алексей, это наше любимое имя автомобильное, Алексей. Здравствуйте. Да-да-да, это и есть тот самый Алексей, с которым ты прекрасно знаком, Сергей. Поставил ответ на этот пример, и дозвонился к тебе в эфир. Да, это Алексей Мочилов, если кто не знает, главный джипер Советского Союза. Вот, соответственно, это заняло 50 минут, но так как я стою, если вся страна проб, ну, как, по-газому, вся Москва, то, соответственно, эксперимент увеличался успехом. Я, соответственно, взял на тест Audi Q3, который, видимо, завтра появится в своих руках, вот, и, соответственно, заявляю, что тормозал вниз есть. А вот у Тегуана не видно. Да, с Тегуаном мы будем разбираться, да, чуть позже. Ну, соответственно, я еду по автобусной полосе в итоге, потому что вся Москва сейчас ездит по автобусным полосам, потому что все остальные полосы стоят. Так что вот я, как бы, в прямом эфире нарушение правил дорожного движения, и, в общем, каюсь, но не искренне, если честно. А скажи, пожалуйста, ты пассажиров почем берешь? По 28 рублей? Пассажиры, если честно, по-моему, уже давно бы ехали на метро, потому что на метро сейчас ехать в три раза быстрее, чем на машине. И, в общем, если бы не жестокая необходимость, я бы тоже сейчас ехал на метро. Просто машину девать некуда. Да, да, потому что парковаться, опять же, негде, потому что тротуары все абсолютно наглухо засыпаны снегом. Кстати говоря, я пока дошел до гилерского центра, обратил внимание на то, что вдоль Ленинградского шоссе все тротуары не просто не чищены, и их даже не видно. То есть там, где летом я хожу поспать, то сейчас просто абсолютно ровное поле. Соответственно, как ходят люди, я не знаю, если честно. А скажи, пожалуйста, москаль клятый, москалю клятому, а с чего ты решил, что тебе не нужно в снежке играть в приказном порядке? Лопату тебе не дали, но вот идешь ты по сугробам, это же нормально, зима вокруг. С точки зрения, например, людей, которые сейчас управляют нашим городом, зима — это естественное состояние природы. — Ну, в общем, да, это достаточно приятно, что они стараются, чтобы мы не отрывались от этой самой природы. Но, если честно, я лучше выйду за город, и там будет как-то... ну, вот там это будет все гармонично. А в городе все-таки надо жить. Тем более, что помимо нас молодых, здесь есть еще старики, которые ходят в поликлинику. — Это лишние люди? Нет, от них ВВП уже не зависит. Скажи, Леша, а ты в Тюмени, кстати, был? — Конечно, неоднократно. — А зимой был? — Да, я там только зимой. Ну, один раз осенью, а так в основном зимой. — И что там со снегом? Убирают? — Снега там, конечно, много, но там, ну, во-первых, я ни разу не видел, что там что-либо сыпали на дорогу, то есть там, соответственно, просто снежный накап на дорогах и все. Ну, примерно то, что сегодня творится как раз на дорогах, то там это всю зиму. — То есть это естественно? — Прости, Леша, значит, то, что происходит сейчас в Москве, это для Тюмени естественно? — Это для вообще всей нормальной нашей России, по крайней мере, северной части. Это обычное нормальное покрытие на дорогах. Просто надо ездить на зимних шинах, желательно на полном приводе. — Да, желательно на полном приводе. Полный привод — наше все. Спасибо, до завтра.